Новая Калейдония останется французской. Такой ответ дал третий и последний референдум о самоопределении, на котором подавляющим большинством победили профранцузские силы, получившие 96,49% голосов. Президент Франции приветствовал это решение. Сегодня Франция стала еще прекраснее, потому что Новая Калейдония решила остаться с нами, написал Эммануэль Макрон в своем твиттере, подчеркнув, однако, что архипелаг остается глубоко разделенным. Дело в том, что подавляющее большинство все же относительно, потому что сторонники независимости бойкотировали плебисцит. Они призывали отложить его из-за эпидемии COVID-19, которая, по их мнению, не позволила провести справедливую кампанию. Поэтому явка составила лишь 44%. На предыдущем референдуме в 2020 году сторонники отделения от Франции получили 47% голосов. Глава Новой Калейдонии осуждает тех, кто сомневается в законности голосования. У нас было три референдума. На первых двух победили сторонники Франции, а третий референдум потребовали сторонники независимости. Они решили не участвовать в нем. Так уж извините, Франция опять сегодня явно выиграла. Новая Калейдония – административно-территориальное образование с особым статусом. Теперь начинается 18-месячный период определения нового статуса архипелага во Французской республике. Эра нестабильности, потому что сторонники независимости заявили, что не признают результат и будут оспаривать его в международных структурах. Они также предупредили, что не желают встречаться с министром заморских территорий Франции, который прибыл на архипелаг в пятницу.